Привет, я Ксения Черная, дипломированный нутрициолог, дипломированный коуч по здоровому образу жизни и член Российского Союза диетологов и нутрициологов. Вы смотрите канал о правильном питании и здоровье. Это видео будет посвящено тем, кто хочет иметь красивую, чистую, сияющую и бархатистую кожу. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и смотрите видео до конца. Мы начинаем. Кожа это самый большой выделительный орган человеческого тела. Она нас защищает, помогает регулировать температуру тела, водно-солевой баланс, а также гормональная регуляция. Чтобы кожа была здоровой, первое, на что мы должны обращать внимание, это наш рацион. Я думаю, многие из вас наблюдали за тем, как после употребления сладкого, бучного или фастфуда у вас появляются различные акне и высыпания. А если вы садитесь на жесткую диету, то кожа становится сухой и тусклой. Если бы я выделяла топ жалоб, с которыми обращаются ко мне, то, конечно же, на первое место вышли бы проблемы с кожей. Нас не так волнует, что у нас есть запоры, но нас волнует, если у нас есть высыпание на лице. А так настрадает около 80% людей в возрасте от 11 до 30 лет. И, конечно же, сейчас жаркие споры разгораются вокруг продуктов питания. Одни говорят, что никак питание не связано с высыпаниями, и это исключительно гормональная история. Хотя мы с вами должны понимать, что гормональная система тоже связана с нашим питанием. А другие уверены в том, что акне и питание – это прямая связь. Я отношусь ко второй группе. Первое, из чего начинают большинство девушек и даже молодых людей при борьбе с акне – это обращаться к косметологам и дерматологам. После того, как вы посещаете их несколько месяцев и не видите стабильный результат, вы начинаете понимать, что проблема лежит глубже, а именно в состоянии вашего желудочно-кишечного тракта и в той еде, которую вы употребляете. Большинство биологических реакций, вызывающих акне, лежит глубоко под кожей, а не на ее поверхности. Именно поэтому большинство косметических процедур не приведут вас к устойчивому результату в лечении акне. Теперь мы поговорим о причинах проблем с кожей. И, конечно же, главная и основная причина – это реакция кожи на употребление тех или иных продуктов питания. И, конечно же, среди всех продуктов есть продукты-чемпионы, вредящие состоянию нашей кожи. Это сахар, это мучное и это молочная продукция. Давайте поговорим о каждом из них в отдельности. Все эти три группы продуктов объединяет одно словосочетание – гликемический индекс. Те продукты, которые обладают высоким гликемическим индексом, а это выше 60-70 единиц, приводят к росту инсулина в крови, а, следовательно, к росту андрогенов, что приводит, в свою очередь, к выработке большого количества кожного сала. Наоборот же, продукты с низким гликемическим индексом – от 30 до 50 единиц – приводят к снижению андрогенов. И что мы видим на сегодняшний день? Каков же наш рацион? Он состоит из этих основных трех групп продуктов. Нет ни одного дня, чтобы человек не употреблял либо сахар, либо мучное, либо молочную продукцию. Именно такое питание зачастую и вызывает резистентность к инсулину, что, в свою очередь, приводит к нарушению механизма выработки кожного сала, и, как следствие, вы видите угревую сыпь. Помимо этого, все эти группы продуктов являются пищей для нашей условно-патогенной флоры. Как предотвратить преждевременное старение и большинство хронических заболеваний, которыми страдает каждый второй? Конечно, изменить питание и пищевые привычки. От питания зависит вся наша жизнь. Если вы хотите привести тело и разум в порядок, справиться со стрессом и напряжением, я приглашаю вас на свой бесплатный мастер-класс «Пирамида женской красоты и здоровья». Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Подводя итог употребления сахара, мы можем сделать два основных вывода. Во-первых, естественно, сахар приводит к скачку глюкозы, что, в свою очередь, приводит к скачку инсулина и к росту андрогенных гормонов. Во-вторую очередь, сахар является питательной средой для нашей условно-патогенной флоры, особенно бактериальной. Об этом мы поговорим далее. Кроме этого, сахар умудряется расщеплять лейкоциты в нашей крови, а лейкоциты являются главным механизмом защиты от вирусной и бактериальной инфекции. Поэтому до тех пор, пока вы употребляете сахар, ваши прыщи не заживут. Теперь поговорим о молоке и о молочной продукции. Гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме. Опять же, вследствие того, что молоко обладает высоким инсулиновым индексом, что, в свою очередь, увеличивает выработку кожного сала. За счет чего молоко обладает высоким инсулиновым индексом? Во-первых, за счет того, что он содержит лактозу, это молочный сахар, а во-вторых, за счет инсулиноподобного фактора роста. Это гормоны, которые вырабатываются в молоке корова во время ее менструального цикла и беременности. Помимо этого, в молоке содержится сывороточный белок газеин, который, в свою очередь, также повышает инсулиноподобный фактор роста. А если вы употребляете молоко с рафинированными углеводами, например, пьете молоко с булочкой, то это еще в разы увеличивает гликемический индекс. Девушки и молодые люди, которые употребляют сывороточный протеин или батончики, должны обратить на это пристальное внимание. Я думаю, что вы видели у многих спортсменов акне на спине и плечах. И, как я уже сказала, молоко и молочная продукция содержат молочный сахар лактозу. В нашем организме должен вырабатываться фермент лактаза для того, чтобы его расщеплять. Но, во-первых, есть лактазная недостаточность, а, во-вторых, с возрастом у каждого человека, даже у того, кто не имеет лактазной недостаточности, снижается выработка фермента лактаза. Поэтому, когда вы едите молочные и кисломолочные продукты, вы можете ощущать дискомфорт, вздутие, газообразование, у вас может быть отечность, а также акра. Поэтому делаем вывод. Если у вас есть какие-либо из этих признаков, уберите молоко и всю кисломолочную продукцию на 2-3 недели и оцените результат в своем организме и на своей коже. И поговорим о третьей группе продуктов. Это выпечка и особенно дрожжевая выпечка. Конечно же, большая часть выпечки у нас содержит, во-первых, глютен. Это пшеница, рожь или чмень. А по данным последних исследований, употребление глютена напрямую связано с такими кожными проявлениями, как экзема, дерматиты и высыпание. Второй момент. Практически любая выпечка содержит сахар или дрожжи. Или и то, и другое вместе. Как мы уже с вами выяснили, сахар приводит к росту инсулина, тестостерона и кожного сала. И еще один момент – дрожжи. Сейчас очень много пытаются объяснить и доказать, что дрожжи разрушаются при температуре 60 градусов. И никакого негативного эффекта якобы на состояние нашего ЖКТ не оказывают. Я убеждена, что это не так. Я это вижу по различной лабораторной диагностике, включая анализ крови по Осипову. Что происходит? Во-первых, даже по ГОСТу, для того, чтобы произвести дрожжи, используется около 50 различных ингредиентов. Хотите ли вы, чтобы эти ингредиенты попали в ваш организм? Я не хочу. А во-вторых, дрожжи в процессе выпекания капсулируются в клейковину. И когда вы их едите, они высвобождаются именно в вашем желудочно-кишечном тракте. Поэтому ни о каком полноценном разрушении при температуре выше 60 градусов речи идти не может. А если учесть, что при различных кожных проявлениях и высыпаниях будет нарушена микрофлора, или вы, например, применяли антибиотики, то при таком состоянии желудочно-кишечного тракта разрастание дрожжевых грибов будет усиливаться в несколько раз. Тусклая кожа, склонная к покраснениям и высыпаниям, акне, отечность и мешки под глазами. Это не только портит внешний вид, но и просто мешает жить. Вашего индивидуального рациона питания. Можно начать с простых шагов. Для этого я подготовила подарок. Краткое бесплатное пособие «Первые шаги красивой кожи». Скачать его вы можете по ссылке в описании к этому видео. И подводя итог по продуктам питания, три группы продуктов, которые вы категорически должны исключать из своего рациона, если у вас есть различного рода высыпания, шелушения, акне, экзема, псориаз, дерматит, это сахар и сахарозаменители, а также фруктозные сиропы. Второе – это молочная и кисломолочная продукция. И третье – это глютеновая выпечка, которая содержит сахар и дрожжи. Отдельный пласт проблем, связанный с акне и сухостью кожи, заключается в дефицитах питательных веществ. При скудном, однообразном, нерациональном питании, а также при проблемах с ЖКТ, очень часто возникают дефициты жирорастворимых витаминов, а также минералов, которые крайне необходимы для здоровья нашей кожи. Что это за витамины и минералы? Первый, самый главный витамин, связанный с качеством нашей кожи – это витамин А. Я думаю, многие девушки знают, что при проблемах с кожей назначается крем с ретинолом. Но помимо того, что мы наносим его снаружи, нам обязательно нужно восполнять дефицит витамина А изнутри. Но речь идет именно о качественном витамине А. Это не аптечный ретинолопальметат, который является токсичным. Мы должны в первую очередь получать витамин А из продуктов, таких как яйца, почки, масло печени трески, жирная рыба. Помимо этого, витамин А может содержаться в виде каротиноидов в растительных продуктах. Это все овощи и фрукты оранжевого цвета. Но в данном случае еще роль играет генетику. Не у всех людей каротиноиды могут превращаться в ретинол. Поэтому если мы говорим о полноценном восполнении дефицита витамина А, то всегда лучше употреблять продукты животного происхождения, либо покупать витамин А в виде рыбьего жира. Следующий важнейший жирорастворимый витамин – это витамин D. Помимо того, что кожа у нас является основным источником и поставщиком витамина D в организм, когда на нее попадают солнечные лучи, то у нас кожа очень хорошо реагирует на активные метаболиты витамина D. Нехватка витамина D в организме, а я должна сказать, что дефицит витамина D есть практически у каждого, ухудшает работу иммунной системы, стимулирует воспалительные процессы, а также снижает чувствительность клеток к инсулину. А мы с вами уже знаем о связи инсулина и высыпаний. Плохая работа иммунной системы ослабляет защитный барьер кожи, тем самым вызывая ее сухость. А стимуляция воспалительных процессов усугубляет акне и проявление экземы и дерматита. Следующий важнейший микроэлемент – это цинк. Цинк способен блокировать проникновение бактерий в наш организм. Когда у нас закупоренная пора и при этом попадает бактерия, то у нас может развиваться воспалительный процесс. Помимо того, что сам цинк является противовирусным и антибактериальным микроэлементом, он также является ключевым компонентом ретинол-связывающего белка, который переносит витамин А к рецепторам на коже, где уже витамин А выполняет свою самую главную защитную функцию. Я думаю, что также многим назначали кремы с цинком от акне. Но опять же повторюсь, одно дело нанести крем на кожу, а другое дело восполнить дефициты изнутри. Таким образом, мы с вами подведем небольшие итоги. Для того, чтобы у вас не было никаких проявлений на коже, первое, что вы должны сделать, это восстановить функции желудочно-кишечного тракта, поработать с кислотностью, с желчеотделением, потому что соляная кислота и желчь являются самыми главными антисептиками в нашем организме. Во-вторых, вы должны поработать со своим рационом, исключить категорически сахар, молочные продукты и дрожжевую глютеновую выпечку. И третье, вы должны восполнить дефициты. Ваша осознанность в выборе продуктов и построении индивидуального рациона приведет вас к устойчивому длительному результату в достижении красивой и сияющей кожи. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, в которых я расскажу о здоровом питании для детей и взрослых.